Китай объявил Владивосток внутренним портом Китая, конечно Главное таможенное управление Китая объявило Владивосток транзитным портом для внутренней торговли Так сообщают нам СМИ со ссылкой на заявление представительства МИД России во Владивостоке Россияне признают это Отныне грузы, которые отправляются из одной провинции Китая в другую Будут проходить через Владивосток без таможенных процедур Что такое без таможенных? А это значит Владивосток действительно китайский порт Их внутренний китайский порт За что дрались, друзья? За что ваши деды жизни клали? За то, чтобы сегодня это стал снова Китай Решение вступает в силу с 1 июня 2023 года И коснется товаров, следующих с северо-востока КНР на юг Если раньше из граничащей с Российской Федерацией провинции Дзилинь грузы обычно вывозились на противоположный конец Китая Преодолевая тысячи километров до портов Желтого моря То теперь их можно будет везти лишь пару сотен километров до Владивостока Там контейнеры будут перегружаться на суда И отправляться к получателю Но сейчас нам расскажут, как и что выгодно И что это будет так хорошо для россиян Так хорошо и порты расширятся И рабочие места появятся Но чем не жизнь, друзья? Малина Только ведь все это было только что российским И только что порты были полностью загружены При таком-то транзите Когда со всех сторон нужны были эти порты То есть всем странам мира нужны были, естественно Это все были деньги, это все были доходы И рабочие места Потом все сократили А теперь вуаля Китайцы взяли порт под свое крыло Их собственность теперь, этот порт Так если порт, их собственность Так а что тогда и земля вся? Дальний Восток? А чего же не объявляют? Эй, друзья, там дальневосточники Вы бы написали, спросили Хотя бы в собственную прокуратуру Не говоря уже о Москве К кому вы теоретически Или практически Или официально вообще К кому вы принадлежите? В какой стране? Вы еще не задумались над этим вопросом? Для Китая возможность сократить Сухопутную часть логистического маршрута С северо-востока на юг страны В пять раз очень важна А в стране утвержден стратегический план По возрождению промышленности В северо-восточном Китае Предусматривающий бурный рост производства Но пока не ясно Справится ли инфраструктура Владивостока С увеличением грузопотока Если оно будет достаточно заметным Так говорят источники В сфере перевозок А в сентябре-декабре Прошлого года В порту Владивосток Образовались пробки А судам приходилось ждать Разгрузки по две недели Ну еще бы Такой бардак в стране Что же вы хотите И три недели будет ждать Не исключено, что к осени Заторы возникнут снова Говорят, собеседники издания Не возникнут Раз первого июня Берут китайцы под себя Там все будет чики-чики Все будет по полочкам разложено И всех работяг Будут бить кнутом, друзья Ну это я, конечно, образно говорю На самом деле Просто все будут работать четко Жестко По китайским правилам Не по российским, друзья Российские правила уже забудьте Их больше никогда не будет Все уже закончились Порт Владивосток Внутренний порт Китая Это вам о чем говорит? Вуаля Внутренний порт Китая Значит он китайский А когда вам рассказывают О выгодах для россиян Ну отдать порт Наверное, конечно А что за этим портом отдали? Да, наверное, все Весь Дальний Восток Уже давно об этом И Дальний Восток Весь уже заштрихован В китайских учебниках Это Китай Весь Дальний Восток Вуаля А вы еще не знали? А почему тогда Мобилизантов Мобилизуют с Дальнего Востока Под российский флаг Российской Федерации Не задумывались? Как раз потому Что это китайская война А не российская война Россияне воюют с Украиной Потому что менеджер Китай Потому что два тигра Дерутся Украина и Россия А там обезьяна Хохочет С гранатой в руке Хохочет и смеется Когда Мощных Молодца Дерут чубы Друг другу За что? За интересы Китая? Я так полагаю А вы как думаете, друзья? Ведь это только Мое личное мнение Расскажите Ваше мнение По этому поводу Я Таня Карацуба Сиидбурхан Сиидбурхан